В Азербайджане самый разгар сбора оливок. На Абшаронском полуострове их выращивают особенно активно. Подробнее на Армин Абасовом. В саду Мехти Мурадова многолюдно. Урожай оливок собирает сам, помогают и друзья. В этом году он особенно удался. Деревьев полтора десятка, самому не справится. Самому молодому дереву два года. Оно начинает плодоносить с трех лет. А вот старшему 20. За год это дерево дает около 40 килограммов оливок. Абшаронский полуостров для выращивания оливок – идеальное место. Деревья любят жаркий климат и морской воздух, говорит садовод. Особого ухода не требует. У Мехти в саду растет бакинский сорт. На одном дереве и оливки, и маслины. Впервые это дерево выросло на том месте, где прекрасная царевна маслина убила пастуха оливок, который отказался стать ее мужем. Случилось это более двух тысяч лет тому назад. С тех пор черные плоды называют в честь принцессы маслинами, а зеленые – в честь гордого пастуха оливками. Оливки для него уже и образ жизни, и способ заработка. Мог бы сдавать урожай на производство. За килограмм там платят 60 кипиков или 22 рубля. Но Мехти предпочитает заниматься переработкой сам. Говорит, у него получаются самые вкусные маринованные оливки и маслины. Их и продает. Необходимо заполнить банки оливками очень плотно, чтобы туда не попал воздух. Потом туда заливают горячую воду, чтобы температура была ровно 80 градусов. Такие оливки получаются нежными и хрустящими. На Пшироне сейчас восстанавливают оливковые сады. Многие вырубили после распада СССР. Садоводы уже посадили 12 миллионов деревьев. В планах в три раза больше. Нармина Абасова, Хекмет Гуламов, Мурат Гусейнов. МИР-24.